Ну и про восточный выезд. Восточный выезд – это гордость хабировской экономики, крупнейший в Российской Федерации концессионный проект, десятки миллиардов инвестиций, темпы строительства поражают воображение и опровергают законы физики, казалось бы, «Радуйся и гордись». Но, как обычно, команда «Х» ложанула и здесь. И речь идет не о том коррупционном скандале, который случился по поводу вот этой взятки от подрядчика восточного выезда, и я предполагаю, что это не единственное коррупционное проявление на этом объекте, речь совсем о другом. На прошлой неделе объект «Восточный выезд» внезапно посетил эмиссар главного концессионера ВТБ, вице-президент ВТБ Юрий Молчанов. Целью визита было оценить не только темпы строительства, но и имиджевые риски для ВТБ. Проблема в том, что концессионер ВТБ вкладывает вот эти самые десятки миллиардов рублей в ту часть восточного выезда, которая начинается от проспекта Салавата-Юлаева, потом уходит в тоннель, потом на мост и дальше на соединение по шоссе с трассой М5. Вот этот участок финансирует ВТБ. А вот то, что касается соединения вот этого восточного выезда с округом Галли, с улицы округа Галли, и, собственно, обеспечения вот этого сквозного проезда через город, что и было главной идеей по разгрузке трафика, вот эту часть делается за счет бюджета республики и за счет бюджета города Уфы. Улица Галли должна быть расширена, благоустроена, и ниже улицы Комсомольской, то есть перпендикулярно по Галли, должна пойти широкая трасса, потом развязка и соединение с проспектом Салавата-Юлаева. Этот проект мы видели уже много лет. Так вот, на улице округа Галли за исключением установки разделительных барьеров не сделано ничего. Никаких развязок, автотранспортный техникум так и преграждает дальше, значит, дорогу этому светлому проекту. И, видимо, и судя по всему, именно это беспокоит концессионера. Ну, как концессионера беспокоит? Я думаю, что в основном с имиджевой точки зрения. Дело в том, что ВТБ не проиграет ни при каком раскладе. Даже если, как говорит Олег Арефьев, по этому тоннелю восточного выезда будут бегать только бродячие собаки, ВТБ все равно получит свои деньги обратно. По условиям концессии ВТБ отстраивает этот гигантский проект за свои деньги, передает республике, республика взимает плату за проезд через этот восточный выезд, и несколько десятилетий подряд, полтора или два, мы будем из своего кармана, из бюджета, выплачивать ВТБ определенные, на самом деле, очень большие денежные суммы в счет постройки вот этого вот проекта. Вот такая схемка концессии. Но ВТБ, конечно, может волновать и имиджевая сторона. Дело в том, что если они построят сейчас вот эту часть своего восточного выезда, а они ее точно построят, там все в срок и даже с опережением графика, и туда не хлынет поток машин, то ВТБ будет выглядеть как инвестор в никому не нужные проекты. Согласитесь, было бы довольно странно предполагать, что большое количество автомобилей, особенно большегрузных, будет петлять по городу, объезжая пробки через зеленую рощу Сипайлова или улицу Лесотехникум, чтобы нырнуть в этот тоннель, да еще и заплатить за это. То есть, если прямого пути не будет, никакой загрузки тоннеля тоже не будет. Вот, собственно, все риски, которые, видимо, уловила ВТБ. Будем надеяться, что деньги, которые должны были быть выделены на строительство вот этой части со стороны улицы Галля, не потрачены на фестивали и, может быть, с опозданием, но там строительство начнется. Но, повторюсь, на данный момент ситуация выглядит достаточно смешно. Ту часть вот-вот сделают, но смычки нет.